Когда на баланс предприятия передавали ливневую канализацию, было ясно, что обслуживать ее будет непросто. За годы перестройки и ускорения оказались утраченными практически все технические документы. Где проходят ливневые коллекторы, где расположены ключевые колодцы стоков, приходилось узнавать в процессе работы. В итоге сегодня есть понимание того, как работает городская ливневка. Качество ее обслуживания напрямую зависит от хорошей предварительной подготовки. Зимой мы производим закупки материалов, производим монтажные работы по оборудованию и также технологическое обслуживание нашей техники, которая находится на балансе нашего предприятия. Летом мы уже осуществляем непосредственно ремонты сетей ливневой канализации, ремонты внутриквартальных проездов, которые находятся у нас в оперативном управлении. Конечно, говорить о том, что все с ливневой канализацией в полном порядке еще рано. Проблемы остаются там, где прокладку ливневки вели не очень ответственные застройщики, как, например, в Новой Трехгорке. Теперь эту ситуацию в одночасье не исправишь. Требуется и время, и серьезные бюджетные средства. А ведь параллельно водосток занимается поддержанием в рабочем состоянии 35 километров ливневых коллекторов и сотен ливнестоков. Погода нам преподносит сюрпризы в плане сильных порывов ветра. Естественно, листвы, пуха, травы, которая выдувается ветром с газонов. Мы столкнулись с такой неприятностью. Это мусор, который забивает решетки. Но последний дождь показал, что да, действительно, система ливневой канализации, она очищена, подготовлена. Но листва и мусор не дают уходить в воде в решетки. Во время сильных ветров решетки ливнеприемных колодцев очищают специально подготовленные бригады. Помимо обслуживания ливневки, у водостока есть еще несколько важных направлений деятельности. Предприятие это по-настоящему универсально. День назад, например, у торгового центра на Можайке-71 проводилось расширение парковочного пространства. Звучит просто. На самом же деле за этой короткой фразой скрывается целый комплекс работ, требующих и специальной техники, и соответствующие квалификации сотрудников. Имеется соответствующая техника, имеются квалифицированные специалисты, которые проводят удаление корней, расширение парковочного пространства, демонтаж бордюрного камня. Естественно, после всех демонтажных работ будет все отсыпано и заасфальтировано. То есть жители, которые пребывают в МФЦ, в Оливье, для покупок, ну и естественно по служебной надобности, увидят наличие около 10 парковочных мест дополнительно. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.